Привет, меня зовут Сымар, на фоне меня дымит вулкан Агунг, я дыблю на фоне его, но сказка сегодня будет не о том, а снова о наших людях на Австрове Самуи. Да что ж ты так кричишь-то, а? На Австрове Самуи мы жили с видом на восток, поэтому периодически ходили ловить рассвет, но так как осенью сезон дождей получалось как-то вот так. Сегодня мы второй раз пошли встречать на Самуи рассвет и второй раз здесь. Тучи, сезон такой и туч почти всегда, но зато можно поснимать красивое небо и то, как местные женщины встречают рыбаков с рыбалки, потому что ночью здесь весь горизонт в огоньках, рыбацкие лодки, которые сейчас плывут к берегу. После недели пребывания на Австрове Самуи мы нашли наконец-то ее. Лазурную инстаграммную воду. Действительно очень красивая чистая водичка, куча рыбок плавает. Единственное, что пока что это самый людный пляж на Самуи, который я видел. Походу, все сюда приезжают за инстаграмными картиночками. Может, имеет смысл приехать сюда часов в 7 утра и понырять за рыбоньками. А сейчас пойду вброд вот туда, потому что я вижу камень и не могу на него не залезть. А еще тут дофига красивые тропические рыбки. Я не знаю, видно ли их на телефон. Но они реально дофига красивые. Рыбки, 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 рыбки. А, вот. Единственное, что портит эту прекрасную голубую лагуну, это то, что здесь куча народу, а впечатление от рыбского пляжа слиет еще то, что паженство этого народу, если не весь народ русскоязычный. Но при этом, да, красивая, очень голубая инстаграммная водичка. Наверное, все приезжают именно за ней. Сзади меня вовсю кипит жизнь. Уже НСТ-турист фоткается в шаблонной позе из йоги, хотя сейчас только 7 утра. А за окном наших апартаментов на Самуле тоже кипела жизнь. Тут какая-то зверюга бегает. Похоже на белку. Белка. Я уже много видел храмов Юа, но этот отличается тем, что он красный. Он просто весь красный. Я не знаю, зачем это и почему это. Но смотрится это очень оригинально. И наги красные. И спены красные. Все красное. Интересно, внутри он тоже красный? Да, внутри он тоже красный. И это самый пустой храм из всех, что я видел. После почти двух недель трудовых будней с первыми на пляж, нам это дико надоело, и мы решили выбраться в большой мир. Следовать остров вот на этом красавце. Сегодня мы едем в Парадайз-парк. Где обещают попугайчиков, зверюшек. И всякие природные красивые ништяки. Почувствую себя в фильме Хичкока птицы. О, нет, они едят в мои руки. Очень крутые цветные побуга и здоровенные. А теперь внимание, квест, как его ссадить. Ага. Олень. Как-то они на нас нехорошо смотрят, наверное, потому что мы без еды. Да, мужик? Видимо, да. Они нас окружают. А вот это один из самых крутых видов Самуи. И самый крутой бассейн Самуи. И, конечно, русскоязычные туристы. Кто может припереться? В горы, когда собирается дождь и кое-где даже тучи на уровне дороги. Конечно, только русскоязычные туристы. Но вид того стоит. А дороги на Самуи выглядят примерно так. Спускаемся, спускаемся. Спасибо, хоть здесь хорошие тормоза. И слабый трафик. Потому что некоторые спуски здесь, ну, очень веселые. Ух ты, мост. Местные гоняют здесь километров на 50-60 в час. Но я больше 30-ти не рискую. Это далеко не самая крутая дорога. Далеко не самая узкая. Далеко не с самыми крутыми поворотами. Но ехать по ней все равно очень-очень весело. Справедливость Раги это была еще хорошая горная дорога. А вот сейчас будет плохая горная дорога. Сегодня мы карабкаемся на Биг Будду. И дорога туда это не просто гребаный стыд. Это горный гребаный стыд под большим углом. Вот такой, извините, асфальт. Это, конечно, лучше, чем песок. Но тоже не очень весело. Точнее, очень весело. И вот такой вот градус. Вот такой градус вниз. Вот такой градус вверх. И вся надежда только на верный мопед. Я надеюсь, что он сможет. Да, я надеюсь, что он сможет. Дорога к Биг Будде это дорога к посветлению. Потому что если ты преодолел эту безасфальтовую хрень под углом 45 градусов и больше, по колдобинам и мокрому песку, то ты уже стал Буддой при жизни. Если повезло. А мы вставляем мопед здесь. И дальше мы пройдемся, потому что я манал. И ручки немножко трусятся. Фух. Это было весело. Я надеюсь, дорога обратно будет чуть менее веселой. Фух. Ну, как говорится, спасибо товарищу. Будде, что мы сюда доперлись. А вид действительно того стоил. Вот как-то так выглядит большая часть Самуи. Спуск обратно оказался еще веселее. Мы спускались по Волгунам. Застряли в Вине. Нас обгоняли и снимали китайские туристы. В самом низу перегорел передний ТЛМС. Это было так. Но мы благотолучно доехали, спустились с настоящего Будды, получили просветление. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки в Волкану. И на очередь заходят очередные туристы.